Сегодня продолжение темы регрессии, но теперь она будет со всякими странностями и дополнительными сложностями. Мы рассмотрим не линейную регрессию, мы рассмотрим разные обобщения линейной регрессии, в которой нетривиальная функция потерь, но и в конце поговорим еще, какие бывают функции потерь, которые тоже делают задачу несколько нестандартной, в том смысле, что очень хорошо проработанная линейная регрессия, но есть еще много разных разновидностей, и тоже надо знать, как они обучаются, и в общем ничего там сложного нет. И забегая вперед, скажу, что во многих случаях удается построить метод для более сложных ситуаций на основе многомерной линейной регрессии, то есть на основе того, что мы уже с вами знаем. Просто итерационный процесс, у которого на каждом шаге решается линейная задача. Ну и так, давайте я напомню про метод наименьших квадратов. Мы им сегодня будем очень активно пользоваться. Есть выборка объектов. На каждом объекте ответ y это число. В общем случае, модель зависимости не обязательно линейна. Это какое-то семейство функции f от x альфа, где x это наши объекты альфа, это какой-то вектор параметров. И мы решаем вот такую оптимизационную задачу, в которой ищется такой вектор параметров модели альфа, чтобы сумма квадратов отклонений предсказания модели от правильного ответа y и t была минимальная. И еще мы вносим сюда некий дополнительный элемент, вес объекта. Вот они нам сегодня понадобятся неоднократно, эти веса объектов. Ну, если у вас все объекты имеют одинаковую важность, то вы эти веса просто опускаете, забываете о том, что такая возможность есть. Но сегодня мы с вами будем ей активно пользоваться. Вот это, собственно, слайд еще с начала прошлой лекции. Я просто напоминаю, что есть модель зависимости и что есть метод наименьших квадратов. Теперь, собственно, рассмотрим тот случай, мимо которого мы сразу прошли на прошлой лекции. Мы начали с того, что пусть модель регрессия линейна, а вот теперь пусть нет. Пусть у нас есть какая-то функция f, вот кто-то нам ее задал, это какая-то модель, и мы должны восстановить элемент этого параметрического семейства, задаваемый параметром альфа, по обучающей выборке. То есть мы должны решить вот такую вот оптимизационную задачу. Ну давайте ее в лоб и решать теми оптимизационными методами, которые мы знаем. Ну, во-первых, мы знаем методы первого порядка, градиентный спуск, да, его здесь можно применить, но известно из теории оптимизации, что методы второго порядка сходятся быстрее, поэтому возникает желание применить их. И такой метод есть, это метод Ньютона-Рафсона, сегодня мы его будем вспоминать неоднократно. В чем он заключается? В том, что мы задаем некое начальное приближение, ну это как во всех градиентных методах, с чего-то надо начинать, и дальше запускаем итерационный процесс, где на каждом шаге мы модифицируем вектор параметров модели альфа, смещаясь в сторону убывания функционала. И смещение здесь, да, по-прежнему оно задается градиентом, по-прежнему есть некий шаг HT, но в отличие от методов первого порядка, здесь вектор градиентов еще умножается на вот такую матрицу. Матрица вторых производных, матрица частных производных, матрица ГЕСа или ГЕСиан, но его еще и надо обращать. И вот такую операцию вычисления ГЕСиана и его обращения надо делать на каждой итерации. Ну, довольно накладная процедура, хочется каким-то образом эту задачу упростить, хоть как-то продвинуться в сторону аналитического решения, посмотреть, можно ли тут как-нибудь схитрить. Да, и еще про метод Ньютона-Рафсена известно, что величину шага можно полагать равной единице, потому что фактически вот это вот умножение на обратный ГЕСиан, это в некотором смысле такой нетривиальный выбор шага, но можно этот шаг также и оптимизировать, точно так же адаптироваться, точно так же, как это делалось в градиентных методах первого порядка. Градиентные методы второго порядка сходятся быстрее в том смысле, что вот таких итераций надо сделать гораздо меньше, но каждая итерация стоит гораздо больше, потому что здесь вот эта вот операция обращения, она, конечно, дорогая. Так что неизвестно еще, какой метод будет быстрее работать первого порядка или второго порядка. Ну, в общем-то, надо знать, как устроены те и другие, уметь ими пользоваться. Итак, давайте немножко продвинемся вперед в применении метода Ньютона-Рафсона и рассмотрим, чему же равны компоненты вектора градиента и чему равны компоненты матрицы ГЕСа. Ну, берем и дифференцируем тупо в лоб наш функционал q по вектору параметров альфа, получаем вот такое вот выражение, ну и видим, что дальше продвинуться мы не можем. Если мы хотим метод в общем виде расписывать, когда функцию f, модель нашей зависимости, мы не конкретизируем, то все, что мы можем сделать в общем виде, это написать вот такое выражение. Ну, хорошо, давайте теперь продифференцируем это выражение pd альфа ката и получим элемент матрицы ГЕСа. Вот честно дифференцируем, вспоминаем правила дифференцирования с первого курса, в общем ничего сложного нету, получаем такое выражение. Видим, что в этом выражении присутствуют как первые производные, частные производные, так и вторые частные производные. Вот это вот выражение можно несколько упростить, если попытаться избавиться от вторых частных производных. Значит, каким образом это можно сделать? Давайте предположим, что раз мы сделаем какой-то шаг градиентный в окрестности текущей точки альфа t, то давайте предположим, что в некоторой, хотя бы небольшой окрестности этой точки альфа t наша модель регрессии все-таки похожа на линейную. И заменим нелинейную регрессию в окрестности точки t линейной. Каким образом это можно сделать? Да просто разложим в ряд Тейлора нашу функцию f от x альфа в окрестности альфа t. Значит, нам понадобится, если мы хотим разложения первого порядка, нам понадобятся первые частные производные в окрестности точки альфа t, ну а членами меньшего порядка мы просто здесь пренебрежем. И давайте вот это вот приближение нашей нелинейной зависимости f от x альфа в окрестности точки альфа t подставим вот в наши компоненты Гессиана. Ну, смотрите, по альфа это выражение линейно ведь, да, потому что альфа только вот в этом месте выступает здесь в этом выражении, и все остальное, вот, производное, это какое-то число, альфа gtt, это какой-то вектор. То есть по альфа эта функция линейная, поэтому вторые производные по альфа равны нулю. И если мы заменим вот эту нелинейную зависимость f, которая здесь фигурирует, ее линейным приближением в окрестности точки альфа t, вот сюда вот подставим, то весь вот этот вот второй член при линейризации, он будет равен нулю. Потому что вторые производные линейризованные модели наши, они равны нулю. То есть мы получили некое упрощение, основанное на том, что, основанное на предположении, что в небольшой окрестности точки альфа t, где мы ищем, куда бы нам сместиться в следующий раз, то, скорее всего, вот где-то там, в малой окрестности, зависимость все же похожа на линейную. То есть очень сложные зависимости, которые очень быстро меняются, наверное, с помощью такого метода будет плохо приближать. Ну, давайте посмотрим, что у нас произойдет в этом случае. Мы сразу перейдем к матричным обозначениям и очень быстро увидим, что задача, которую мы решаем на каждой итерации, есть не что иное, как задача многомерной линейной регрессии. Ну, давайте в этом убедимся. Вводятся вот такие вот матричные обозначения. Это матрица первых производных, Ft, F. Мы, когда говорили про линейную регрессию, через F обозначали матрицу объекта-признаки. Мы не случайно здесь это обозначение повторяем, потому что эта матрица первых производных будет сейчас играть точно такую же роль, как матрица объекта-признаки играла в линейных моделях регрессии. Вот. на текущей итерации T во всех точках обучающей выборки. Так вот, если мы выпишем в матричном виде формулу метода Ньютона-Рафсена, одного шага после линеаризации, то то, что мы получим, называется методом Ньютона-Гаусса. И выглядит вот этот вот шаг, да, вот F-транспонированный F, это ровно то, что осталось от Гессиана. В минус первой степени Гессиан обращался. А вот это вот, это то, что осталось от градиентов. То есть и то, и другое выразилось через первые производные нашей модели регрессии по параметрам альфа. И выражение, которое мы здесь видим, легко узнаваемое, это та самая псевдообратная матрица, о которой мы говорили в прошлый раз. То есть то, что здесь написано, формула шага номер Т, это не что иное, как решение некоторой многомерной линейной регрессии. Давайте выпишем, а что же это за линейная регрессионная задача-то. А оказывается, мы решаем вот такую вот задачу. То есть мы ищем некий вектор B, который нам позволяет с помощью линейной комбинации вот таких вот вектор столбцов. А что это такое? Ну, это фактически компоненты градиента нашей функции F. С помощью линейной комбинации вот таких вот вектор столбцов мы хотим приблизить разность между текущим вектором ответов модели на всех объектах обучающей выборки и Y – это вектор правильных ответов. То есть у нас есть невязка между F, T и Y, и мы хотим эту невязку приблизить с суммой линейной комбинации производных нашей модели регрессия. То есть каждая компонента вот здесь вот в этой линейной комбинации – это будет вектор частных производных по данному параметру, по альфа-джитому. То есть из таких векторов, из их линейной комбинации, мы хотим приблизить нашу невязку. Зачем? С тем, чтобы на следующей итерации получить альфа T плюс 1, следующее – приближение нашего основного вектора параметров, которое бы минимизировало вот эту вот… То есть приближало бы Ft плюс 1 к Y, то есть сокращало бы нам вот эту вот невязку. Вот это такой смысл полученной задачи. То есть получается, что, ну, казалось бы, такая вот сложная задача, которая аналитически, но никак не решается, решается итерационным процессом, в котором на каждом шагу мы решаем задачу многомерной линейной регрессии. То есть нелинейная регрессия сводится к решению серии линейных задач. На каждом шаге такая задача будет своя, потому что матрица Ft, вот она здесь, зависит существенно от текущего приближения от альфа T, то есть на каждой итерации заново надо решать вот эту вот всю задачу. Ну и доказывается, что скорость сходимости вот такого метода, несмотря на то, что там была некая аппроксимация использована, но скорость сходимости все-таки сохраняется второго порядка, так же, как и у метода Ньютона и Рафсона. И мы приобрели тот бонус, что мы теперь можем пользоваться готовыми стандартными методами решения линейной регрессионной задачи на каждой итерации. Просто с линейной регрессией разобрались, а теперь с нелинейной тоже разобраться легко. На каждом шаге решаем вот такую задачу. Да. Вот к этой? А, вот к этой. Вспоминаем формулу для решения бета вот этой задачи. Как выглядит эта формула? Бета равняется Ft транспонированное Ft в минус 1 Ft. На вот какой вектор мы хотим приблизить? Ft минус y. То, что я здесь написал, вот эта вот псевдообратная матрица F с крестом t, вот эта вот формула была на прошлой лекции. Это решение задачи многомерной линейной регрессии. Смотрим наверх и сопоставляем. Это она и есть. Ну, вот так вот оказалось. Ну, обратную матрицу нам тоже придется здесь решать. И мы вспоминаем, как мы это делали на прошлой лекции. Можно делать через SVD. SVD хорош тем, что мы здесь с плохой обусловленностью работаем через спектр матрицы Ft, который у нас есть под руками, если мы сингулярное разложение построили. То есть и вся эта техника здесь может быть использована для того, чтобы решать вот эту линейную задачу. На каждой итерации своя такая задача. Давайте еще одну такую же историю разберем. Мы уже знаем про то, что такое логистическая регрессия. Это линейный классификатор. Пусть у нас два класса для простоты. Классификатор – это знак скалярного произведения, вектор объекта, вектор из РН на вектор параметров W. И мы с вами говорили о том, что задача решается путем минимизации аппроксимированного эмпирического риска. Вот это вот число ошибок на обучающей выборке. Мы берем пороговую функцию потерь, приближаем сверху вот такой вот гладкой функции потерь. Ее формула здесь написана. И тот метод, который в итоге получается при минимизации вот такого функционала, и называется логистическая регрессия. Мы говорили о том, что для минимизации здесь можно применять градиентный метод первого порядка. Так действительно делают. Давайте посмотрим, а что будет, если мы применим метод второго порядка. Снова вот так же, как мы сделали сейчас нелинейной регрессией. Но теперь у нас другая особенность. У нас зависимость линейная, но у нас функция потерь, не квадратичная теперь. Поэтому, опять-таки, аналитический способ решения продифференцировать, приравнять нулю производную не пройдет. Надо пользоваться численным методом. Ну, давайте попробуем, что здесь будет. Снова метод Ньютона-Рафсона. Второе упражнение за сегодняшний день на метод Ньютона-Рафсона. Значит, что мы должны сделать? Взять вот наш этот функционал Q от W, как мы только что написали для логистической регрессии, найти вектор первых частных производных, градиент, и матрицу вторых частных производных, Гессиан. Ну, честно, берем, простите, дифференцируем. Вот, получается, первые производные, вот вторые производные дважды надо продифференцировать. Сначала по WG, потом по WK, и получить GK элемент матрицы Гесса. Где? Где? Вот это вот сигма итое, оно у нас получается из-за того, что у нас там вот эта логарифмическая функция потерь. Когда мы ее дифференцируем, мы получим сигмоидную функцию. И вот это вот сигма итое выражение, которое здесь фигурирует, это не что иное, как сигмоидная функция от, вот это выражение, вспоминайте, это маржин объекта X, отступ. То есть, скалярное произведение W, транспонируемое на X итое, это то, что у нас стоит под функцией сайн в линейном классификаторе. Y итое – это правильный ответ. Вот их произведение, оно дает нам маржин. Такую вот геометрическую характеристику, качество классификации объекта X итое. Чем больше маржин, тем лучше. Ну и, соответственно, что такое сигма итое по смыслу. То есть, вспоминаем, да, сигмоидная функция, как она выглядит. Сигмоидная функция выглядит вот так. 0 – это 1. Это маржин М итое. Y итое на скалярное произведение W на X. Вот. И мы уже говорили о том, что есть такое свойство. Что вот это вот выражение сигма от маржина есть не что иное, как вероятность правильной классификации объекта X итое, объекта обучающей выборки. И мы сегодня еще не раз вернемся к этому свойству. И его даже обоснуем строго. Но пока для нас это просто выражения, которые получились в результате формального дифференцирования. Сначала по одному параметру, потом по двум параметрам. Вот здесь вот фигурируют эти наши сигмоиды. Что мы должны теперь сделать по образу и подобию, как действовали раньше? Перейти к матричному обозначению и посмотреть, не свелась ли вот эта вот задача, выражение-то, смотрите, снова похоже на некую псевдообратную матрицу. Более того, здесь просто сами признаки фигурируют. То есть F для нас будет, это матрица объекта признаки. Вот здесь вот это вот выражение, оно очень похоже на матричное произведение F-транспонированный F. Ну а поскольку это гисян, и там надо его обращать, то кажется, что у нас вот сейчас и такое выражение возникнет. Ну давайте действительно в этом убедимся. Мы вводим матрицу объекта признаки F, это наше стандартное обычное обозначение. Но вот беда, там фигурирует вот здесь вот некое выражение, еще раз на слайд назад, вот это выражение, единица минус сигма и т, сигма и т. Вот оно нам мешает слегка записать гисян просто как F-транспонированный F. Но мы можем записать его как F-транспонированное, вот сюда вот вставить некую диагональную матрицу, у которой на диагонали стоят единицы минус сигма и т на сигма и т, вот эта вот штуковина, вот, и F. И вот тогда у нас все получится. Значит, замечаю, что мы можем умножить строки матрицы F на корни квадратные вот из этих вот выражений и перейти в точности к записи некой псевдообратной матрицы. То есть в матрице объекты-признаки строки надо немножко перенормировать. Как мы это сделаем? Ну, у нас получится, вот оно, это выражение написано. То есть если мы будем в матричном виде расписывать формулу метода Ньютона-Рафсена, вот что у нас получится. F-транспонированное, гамма в квадрате, где гамма – это вот эта вот штуковина. Гамма в квадрате есть не что иное, как диагональная матрица, у которой на диагонали единица минус сигма и т на сигма и т стоит. Почему в квадрат? Почему квадрат нам нужен? А потому что мы сейчас гамму одну налево отправим, а вторую направо отправим. То есть мы эту гамму будем умножать слева, диагональная матрица слева будет умножаться на F, и будет возникать вот такая вот новая матрица, F с волной, гамма на F. Это что значит? Это F, у которой строки домножены на вот эти вот элементы, которые стоят на диагонали гамма. То есть это мы сейчас вводим некие дополнительные обозначения для того, чтобы в итоге записать через псевдообратную матрицу вот это вот наше выражение – гисян минус первый на градиент. Действительно, это получается. F с волной – это вот такое же выражение, видите, оно снова здесь вылезает. Это псевдообратная. Вот она, F с крестом, F с волной, с крестом. И опять думаем, с какой задачей линейной регрессии это совпадает. А это совпадает, вот она выписана здесь, эта задача. Значит, оказывается, что каждая итерация метода Ньютона-Рафсена при решении задачи логистической регрессии есть не что иное, как решение задачи метода наименьших квадратов для линейной регрессии. О, как интересно получается. То есть мы решаем исходную задачу классификации, строим линейный классификатор. Вот с такой вот функцией потерь определенной. Оказывается, что метод второго порядка для оптимизации этого функционала приводит к тому, что на каждом шаге решается линейная регрессионная задача. Это, кстати, еще один повод логистическую регрессию называть регрессией. Она сводится к последовательности регрессионных задач, к самому обычному методу наименьших квадратов. Но здесь слегка модифицированная задача, как видите, то есть уже не сама исходная матрица объекта-признаки здесь стоит, а матрица, в которой строки были домножены на вот эти вот значения. К чему это приведет? А вот смотрите, это тот же метод наименьших квадратов для линейной регрессии. Вот она, W транспонированная на X. Значит, W – это параметры линейной регрессии. А вот эта вот штуковина фактически веса объектов. У нас здесь возникли веса объектов. И некие слегка модифицированные значения Y. Вот Y – это числа плюс-минус единицы. Y поделить на сигма-ито, что это такое, это будут числа по модулю от единицы до плюс бесконечности. Потому что сигма-ито – это число от нуля до единицы. Да еще и имеющее смысл вероятности. Да, вот сигма-ито. Ну, давайте еще посмотрим на это выражение повнимательнее и попытаемся проинтерпретировать, что же делает этот процесс, метод Ньютона и Рафсона на каждом шаге, чтобы приближаться к решению построения линейного классификатора. Итак, интерпретация, о которой я уже говорил, что сигма-ито – это сигма-ито – это сигмоидная функция от отступа. Это есть не что иное, как вероятность правильной классификации объекта X-ито. Это мы уже на какой-то там лекции назад смотрели. Сегодня я обещаю еще одну интерпретацию дать, еще одно объяснение, почему это так. И давайте посмотрим, что же значит вот такая модификация весов объектов и что же значит вот такая модификация ответов на объектах. То есть исходные ответы были плюс-минус единицы, а мы их поделили на вероятность правильной классификации. То есть если эта вероятность близка к нулю, значит вместо Y-ито плюс-минус единицы возникнет число, которое больше по модулю. И наша линейная регрессия будет пытаться к нему приближаться. И веса. Когда веса самые большие? Когда сигма-ито близка к одной второй, потому что вот эта функция, сигма-ито на единице минус сигма-ито, как она выглядит? Ну, это кусочек параболы. От нуля до единицы. Здесь одна четверть. Вот такой вот кусочек параболы. Здесь одна вторая. Вот в точке одной второй у нее максимум. Значит, максимальные веса будут для тех объектов, на которых классификация максимально неуверенная. То есть вероятность правильной классификации 50%. Близка к одной второй. Тогда веса будут большие. А вот объекты, с которыми все хорошо, и у них вероятность правильной классификации большая, вот они будут с меньшим весом идти. То есть на них практически метод не будет обращать внимания. А объекты, у которых маленькая вероятность, то есть, казалось бы, они будут с меньшим весом, но вот тут вот будет стремление лучше приблизить эти объекты, потому что мы делим здесь на сигма-ито. И в результате какой вывод получается? Вот в результате такого пересчета, первое, весов объектов, и второе, ответов. Мы из дискретных ответов фактически здесь сделали вещественно-значный ответ от единицы до плюс бесконечности, модуль вот этой вот величины. Но может быть отрицательный, может быть положительный. То есть получается так, что на каждой итерации мы обращаем большее внимание на те объекты, которые либо лежат на границе между классами, то есть вероятность правильной классификации в районе 1, 2, либо больше внимания обращаем на те объекты, которые имеют вероятность правильной классификации близкую к нулю. Это вот из-за сигмы-ито в знаменателе. То есть на каждой итерации мы пытаемся сосредоточиться на объектах, которые нам кажутся на текущей итерации наиболее трудными для классификации. Вот такое вот объяснение, такая интерпретация. То есть фактически мы так вот грубо достаточно свели задачу классификации к задаче регрессии. Есть, кстати, такой прием, который... Ну, он плохой прием, но многие люди, которые вот хорошо поняли, что такое метод наименьших квадратов, а теорию классификации пока еще не доучили, пытаются применять регрессию метод наименьших квадратов для того, чтобы задачу классификации решить. Просто подставляют вот сюда вот в качестве ответа в плюс-минус единицы, пытаются построить модель. Но вообще говоря, так делать нельзя, потому что квадратичная функция потерь, она для задач классификации, ну, мягко говоря, неадекватна. Но вот в этом конкретном методе вот что-то такое похожее происходит. Но на каждой итерации есть своя модификация весов объектов и своя модификация ответов. То есть это не просто эвристика, это получилось как само собой из-за подробного рассмотрения каждого шага метода Ньютона-Расса. Метод, который вот здесь еще раз я собираю в виде псевдокода все, что мы сейчас с вами поняли, метод называется iteratively reweighted least squares. То есть это метод наименьших квадратов с итеративным перевзвешиванием объектов. Начать можно с того, что просто попытаться грубо решить задачу классификации построения линейного классификатора путем построения линейной модели регрессии. Вот с точности, как я сказал, грубо в качестве ответов берем плюс-минус единицы и пытаемся методом наименьших квадратов на них настроиться. То есть это плохо, но в качестве нулевого начального приближения вполне подходит. И потом мы начинаем делать наши итерации. Для текущего приближения вектора W считаем сигма ИТ, гамма ИТ, считаем нашу матрицу, модифицированную с волной, считаем модифицированные ответы Y и ИТ с волной и делаем градиентный шаг, фактически вот здесь вот решая задачу линейной регрессии. То есть буквально мы ищем F с волной β, такой вектор β, который дает нам возможность приблизить наш Y с волной. Вот такую вот задачу наименьших квадратов. Смотрите, исходно постановка была не такая, как в нелинейной регрессии, но то, к чему мы пришли, очень похоже. Снова на каждом шаге мы решаем линейную регрессионную задачу. Так, коллеги, если есть какие-то вопросы, сейчас я перейду к следующей маленькой теме. Если есть вопросы, задавайте. Итак, следующий вариант – это некая промежуточная ситуация между линейными моделями и нелинейными. с одной стороны, мы говорим, что пусть наша модель регрессии – это линейная комбинация признаков, но к каждому признаку мы хотим применить некое неизвестное нам пока что нелинейное преобразование φ-джиты. Из этого получилась бы обычная линейная модель, если бы мы в качестве функции φ-джиты взяли бы умножение джитого признака на джитый коэффициент, параметр модели. Вот тогда у нас будет обычная наша линейная модель. Но мы говорим больше. Нет, пусть у нас все-таки φ-джита – это какое-то одномерное преобразование признаков. Но сейчас-то так бывает, что мы изобрели некий признак, но у нас есть сомнения, что если мы вот этот признак просто вот добавим как слагаемое, пусть даже с весовым коэффициентом, что это будет адекватно. Может быть, этот признак надо как-то преобразовать, а мы вот не знаем как, не придумали, и мы хотим, чтобы метод сам изобрел вот эти вот одномерные преобразования φ-джиты, как надо преобразовать признаки, чтобы φ-джита от ф-джиты было хорошим новым признаком для линейной модели. Вот так вот ставится задача. Так ее ставили Фридман и Хасти в середине 80-х, когда вот предлагали такой метод. Он называется обобщенная аддитивная модель. Оказывается, что для построения такой модели не нужно обращать матрицы, а можно придумать достаточно простой итерационный метод, который будет нам по очереди настраивать вот эти вот функции фи-джиты. Как это можно сделать? Ну, можно заметить, что если мы выпишем метод наименьших квадратов вот для такой модели, и скажем так, а пусть у нас φ-джиты все кроме одной фиксированы и по очереди вот эти фи-джиты настраивать. Что мы тогда получим? Такую очень простенькую одномерную задачку на наименьшие квадраты. Вот все слагаемые, кроме одного, джитова, в этой формуле, они для нас будут фиксированы, мы их можем посчитать. И давайте их всех вместе в сумме, точнее, y-джиты минус вот эту сумму обозначим через z-джиты. Это наши новые ответы, на которых мы будем настраиваться. А наши новые ординаты, да, то есть мы строим просто вот такую вот штуковину, одномерную регрессию. Вот это вот по оси x, что мы должны откладывать? Мы должны откладывать f-джиты от x-джиты, это наши будут абсциссы, а ординаты будут z-джиты. И вот у нас есть какие-то точки, и мы хотим провести регрессионную зависимость через эти точки, вообще говоря, нелинейную. Но это одномерная, нелинейная задача. Решать мы ее, в принципе, с вами умеем. У нас есть в кармане ядерное сглаживание, формула Нодара и Ватсона, с помощью которой, в принципе, такую задачу можно решать. Но, значит, Фридман и Хасти, они предложили немножечко другой подход. Они сказали, давайте сплайны будем использовать для того, чтобы вот так вот аппроксимировать линейную зависимость. На самом деле все равно, что использовать, можно и тем, и другим методом пользоваться, можно и там фурьер разложения, и полиномиальную регрессию, чего угодно здесь можно использовать. Но главное, чтобы у нас был способ сказать, что на начальных итерациях мы не хотим, мы боимся слишком сильно отходить от линейной модели. То есть мы хотим, чтобы наша функция, которая бы здесь у нас проходила через эти точки, ну, была бы как можно более гладкой на первых итерациях. А потом мы будем потихонечку отходить от линейной модели. И делать это можно с помощью введения вот такого вот регуляризатора, который штрафует функцию фи-джитая за негладкость. То есть вот эта вот зависимость, это фи-джитая от ф-джитая. Чем более она гладкая, тем меньше вот этот вот интеграл квадрата второй производный. И минимизация вот этой регуляризирующей добавки, это и есть та самая постановка задачи, которая приводит к сплайнам. Объяснять, что такое сплайны, я не хочу. То есть это немножечко не предмет нашего курса. Есть огромное море литературы про то, как делать сплайны, а главное здесь в общем-то необязательно именно ими пользоваться. Здесь подойдет любой инструмент для решения одномерной регрессионной задачи. То есть мы свели многомерную задачу регрессии, где надо строить вот такую вот модель и подбирать функции фи-джитая. Мы свели к серии одномерных задач. То есть многомерную задачу свели к серии одномерных. То есть опять упростили себе жизнь. У нас много итераций, но каждая итерация довольно-таки простая. Итак, еще раз собираем все, что у нас здесь появилось. Псевдокод. Начинаем с начального приближения. Начальное приближение удобно взять опять-таки многомерную линейную регрессию. Мы ее уже знаем. И мы понимаем, что в этом случае фи-джитэ это есть не что иное, как вот умножение джитого признака на какой-то свой коэффициент. Если мы решили задачу линейной регрессии, то эти коэффициенты мы нашли. Они у нас есть под рукой. И дальше начинаем потихонечку из линейного альфа-джитэ делать какое-то нелинейное преобразование фи-джитэ над признаком ф-джитэ. Вот решаем на каждой итерации, выбираем, для какого следующего признака мы будем подбирать фи-джитэ, вычисляем z-этэ. Вот эти вот наши ординаты. И решаем вот такую вот задачку метод наименьших квадратов с регуляризацией, которая нам говорит, что функция фи должна быть как можно более гладкой. Ну и вот эту степень гладкости можно договориться уменьшать от итерации к итерации, то есть ослаблять коэффициент регуляризации того, который здесь стоит. И в сплайнах, например, это приводит к тому, что вы стараетесь все точнее и точнее провести функцию через заданные точки. Вначале вы этого боитесь делать, боитесь сильно отойти от линейной зависимости, но потом потихонечку для всех признаков вы эту зависимость делаете все более и более нелинейной. Постепенно. Почему постепенно? Потому что если вы не будете здесь использовать вот эту регуляризацию, то на первой же итерации, случайно выбрав какой-то джитый признак, вы возьмете и проведете для него вот какую-нибудь такую функцию, которая точно пройдет через все заданные точки. Но это будет чистой воды переобучение, у вас будет нулевая ошибка на обучающей выборке, но вряд ли такая зависимость вас устроит. Так, окей, есть здесь вопросы? Вот этот метод, он еще называется бэкфитинг или обобщенная аддитивная модель. Довольно такой вот простой, в некотором смысле, вристичный подход к построению вот таких вот полулинейных моделей. Ну, смотрите, здесь гарантий нету, что его не произойдет, все зависит от вашего искусства. Плавно менять вот этот вот коэффициент регуляризации, подбирать его придется на каждом шаге. Смотреть на вот эти вот аппроксимации тоже придется на каждом шаге. Нет ли у вас где-нибудь вот такой картинки, где явно вы уже начинаете аппроксимировать шумы. То есть этим методом надо пользоваться с осторожностью и желательно мониторить каждую итерацию вот с помощью такого графика. То есть вы на каждой итерации решаете одномерную задачу. Это хорошо тем, что вы на нее посмотреть глазами можете. То есть вы можете построить такой график и проконтролировать. То есть на графиках обычно хорошо видно, есть ли вообще зависимость и есть ли переобучение подстройка под шум. То есть можно поварьировать вот этот ТАУ руками и посмотреть, в правильном ли вы направлении идете. Этим этот метод неудобен. То есть нет автоматической какой-то стратегии, которая будет вам оптимизировать ТАУ. Ну ее, конечно, можно придумать, можно здесь сделать скользящий контроль. Но опять-таки, поскольку вы разделили построение всей вот этой вот многомерной модели нелинейной на отдельные шаги, и на каждом шаге вы строите одномерную нелинейную регрессию, то вам трудно сказать, каким качеством сейчас должна обладать эта регрессия, чтобы там через сколько-то итераций, задействовав все признаки, наконец вы построили бы хорошую модель. Вот этим этот метод неудобен. То есть контролировать качество этого метода, в общем-то, приходится вручную. на практике. Да, для каждого G мы пытаемся подобрать вот эту функцию фиGT. Одномерную нелинейную регрессию. В каком смысле проекция? Значит, смотрите, это такой вот покоординатный метод. Вот она, модель, в которой у нас есть n неизвестных нам фиGT. Мы сначала говорим, а пусть они самые простые, линейные, вот такие. А потом мы их начинаем по одной брать и оптимизировать. Вот так. Ну, то есть я не очень понимаю, в каком смысле мы здесь... Ну, да, в каком-то смысле вот эта вот одномерная проекция всей вот этой вот нашей задачи. Ну, да, наверное. То есть мы выбрали одну координату G и по ней пытаемся подобрать вот эту вот фиGT. Для каждого признака на каждом шаге приходится это ТАУ подбирать. Вот. Но поскольку, в общем, ТАУ... Сейчас соображу. Да нет, в общем, да, на каждом шаге подбирать приходится. Сначала прошли все признаки, а потом подкрутили ТАУ, да? Да. Не так. Для каждого признака подкрутили ТАУ. Потом для следующего признака ТАУ, может быть, опять придется подбирать индивидуально. Либо глядя на этот график, либо оценивая какой-то критерий типа скользящего контроля. То есть вы контролируете этот ТАУ на каждом шаге. Нет, смотрите, а вам не надо этот вектор хранить, потому что ТАУ – это элемент постановки задачи на каждом G-том шаге. То есть для каждого признака FGT вы подбираете свой вот этот ТАУ. Каким образом подбираете? Вы задаете какую-то сетку значений, смотрите на критерий скользящего контроля или при каждом ТАУ такой вот график выводите. Но для следующего признака вам придется этот ТАУ подбирать заново. Это неудобство, конечно. А не умеет выбирать новый ТАУ, а в крестности ТАУ с предыдущим градусом? Имеет смысл, если вы понимаете, что у вас признаки все, вот эти вот FGT, они однородные, они примерно в одинаковых единицах измерены, одинаково отнормированы, можно так сказать. То есть если они отнормированы по-разному, то у вас вот здесь вот возникают разного масштаба величины, вот здесь вот могут возникать разного масштаба величины, а от этого может ТАУ зависеть. То есть ТАУ, он же у вас балансирует два критерия. Один критерий – это наименьшие квадраты, которые измеряются в единицах вот этого вот ФИДЖИТОВА, а R – регуляризатор, который измеряется вот в таких вот странных единицах, да, то есть степень негладкости функции ФИДЖИТОВА. Как их сбалансировать, каким значением ТАУ? То есть каждый раз придется подбирать. И для каждого признака по-своему. Ну, вот такой вот метод, иногда он удобен, у него есть свои сложности, сами понимаете, но тем не менее, то есть если вдруг вы поняли, что у вас, например, в задаче многомерная линейная регрессия вроде бы, но для некоторых отдельных признаков вы хотите подобрать вот такое преобразование. Я уже когда-то в качестве примера приводил задачу прогнозирования стоимости квартиры. Там много признаков, которые дают, казалось бы, линейный вклад в стоимость квартиры, например, там метраж или там наличие балкона, бинарный признак, но тоже он может давать какой-то плюс в стоимость. Но есть такие признаки, которые там, например, расстояние до метро. Вы не можете быть уверенными, что именно это расстояние дает вам какой-то вклад. Ну, видимо, со знаком минус, да, потому что чем дальше от метро, тем меньше, наверное, стоимость квартиры. Но вот насколько меньше? И как это, вот дельта этой стоимости, как она зависит от этого расстояния. И понятно, что здесь напрашивается для признака FGT, который имеет смысл расстояния до метро, подобрать какую-то, по всей видимости, убывающую функцию FGT, нетривиальную, скорее всего, нелинейную, какую-то, вот ее хочется подобрать. Так, чтобы потом в линейной модели она буквально давала вклад вот этой близости до метро в стоимость квартиры. Вот с помощью такого метода ее можно подобрать. Но таких признаков, наверное, в линейной модели, если у вас немного, то вы руками порешаете вот эту вот задачу одномерную, регрессионную, поподбираете нелинейные преобразования отдельных признаков, и все у вас в итоге будет хорошо. То есть вот такое применение точно бывает. Продолжаем. И у нас сейчас очень интересная тема. Давайте я напомню, что существует вот такая вот связь между методом наименьших квадратов и принципом максимума правдоподобия. Если мы строим модель регрессии F с какими-то параметрами альфа, то давайте предположим, что наша модель настолько хороша, что она описывает наши Y, правильные ответы, с точностью до небольшого случайного шума. Небольшой случайный – это означает, давайте теперь сделаем вероятностное предположение, что шум у нас гауссовский, нормальный, с нулевым от ожидания, с какой-то там дисперсией, которая, ну пускай для общности, может еще в каждом объекте быть своя. И шум независимый. Мы также можем это записать в эквивалентном виде, что наши Y и Т, то есть мы предполагаем теперь вероятностную модель данных, что наши Y и Т приходят к нам из нормального распределения для каждого И свое мат ожидания. И вот это вот мат ожидания Y и Т в объекте X и Т мы пытаемся моделировать с помощью нашей модели. Вот это просто эквивалентная запись того, что может быть чуть более естественно записано выше. То есть исходно мы предполагаем, что шумы моделирования, вот эти эпсилониты, независимые гауссовские с нулевым от ожидания. Можно это еще и так записать. И тогда, если мы для выборки вот этих эпсилонитов, это случайные величины, если мы для них выпишем принцип максимума правдоподобия, это случайные величины, зависящие от альфы. То есть что такое эпсилониты? Это Y и Т минус F от X и Т альфа. То есть у нас есть модель для этих шумов, которая зависит от параметра альфа. Если для этой модели мы выпишем принцип максимума правдоподобия, то что мы получим? Метод наименьше квадратов. И это мы, по-моему, с вами в прошлый раз тоже посмотрели. Но теперь возникает вот какой интересный вопрос. Мы видим, что метод наименьших квадратов эквивалентен предположению о гауссовости вот этих вот ошибок моделирования эпсилонитых. А вдруг у нас эти ошибки моделирования, ну, никак не подчиняются, как ни крути, гауссовскому распределению. Например, если Y и Т дискретная величина. То есть понятно, что вряд ли тогда эпсилониты будут хорошо описываться гауссианой. И вообще, если мы что-то знаем об этих эпсилонитых, что они из какого-то такого другого распределения, может быть, из какого-то более общего семейства распределения, но нельзя же всегда шумы предполагать гауссовскими. Что, если все-таки это предположение не верно? Вот можно ли в этом случае как-то обобщить метод наименьших квадратов и как-то строить линейные модели? Ну, хотя бы линейные. Давайте с линейными сначала разберемся. И вот подход, который отвечает на эти вопросы, называется GLM, Generalized Linear Model, обобщенные линейные модели. Не путать с обобщенными аддитивными моделями Hustity-Tipsharani, которые мы до этого рассмотрели. Это совершенно разные вещи. То есть называются похоже, там аддитивные, там линейные, а здесь линейные. Но не путайте, это очень разные вещи. Итак, давайте построить наше обобщение вот из каких соображений. Итак, у нас есть проработанная нами техника для нормальной линейной модели. То есть когда у нас Y из нормального распределения вот с таким мат-ожиданием, которое есть для нас линейная модель. То есть мат-ожидание Y и этого в объекте X и Т мы пытаемся описать линейной моделью, то есть скалярным произведением вектора X и Т на вектор параметров альф. Вот это то, что здесь записано, это есть не что иное, как метод наименьших квадратов, плюс принцип максимум правдоподобия вот есть к этой записи. То есть будет не что иное, как метод наименьших квадратов для линейной регрессионной модели. Просто другая форма записи. Вот давайте теперь на этом языке поговорим, вероятностном, и так нам легче будет построить обобщение. Какое нам обобщение хочется сделать? Нам хочется избавиться от предположения нормальности. Нам хочется взять какой-то гораздо более широкий класс распределений, но так, чтобы у нас по-прежнему все легко получилось. И таким классом распределений придумали взять экспоненциальное семейство. Вот мы нормальное распределение здесь заменим экспоненциальным семейством. Сейчас вот ниже здесь на слайде показано, что это такое, но тогда нам придется принести в жертву вот эту вот связь, что мат ожидания описывается линейной моделью. Вот тогда придется ввести некую функцию связи, link function. G от mu теперь будет описываться линейной моделью. Причем вот эта функция G, она непроизвольная. Она напрямую будет зависеть от того, какой член экспоненциального семейства мы здесь возьмем для моделирования, распределения наших эпсилон, вот этих самых невязок. Итак, что такое экспоненциальное семейство распределений? Определение. Вообще говоря, в литературе есть несколько вариаций на тему того, как определить экспоненциальное семейство. Почему оно экспоненциальное? Потому что это экспонента от чего-то там, от параметров модели. Что под экспонентой? Линейная зависимость от параметра θ, потом какая-то функция C от θ, которая зависит от θ, но не зависит ни от чего больше, а здесь еще стоит какая-то функция H, которая не зависит от θ. Вот такая вот странная штуковина. Для чего именно такой вид придуман? Потому что именно когда функция распределения y имеет такой вид, у нас получается простая запись принципа максимума правдоподобия. То есть мы прологарифмируем на следующем слайде буквально вот это вот распределение логарифма с экспонентой аннигилирует, и у нас останется очень простое выражение. Это забегая вперед. Но что самое интересное, что экспоненциальным семейством можно описывать и гауссовское распределение, и кучу дискретных распределений. Мы сейчас с вами увидим, что все они являются частными случаями экспоненциального семейства распределения. То есть это очень общее семейство, которое определено с точностью до параметров θ и φ, и сейчас их смысл тоже мы потихонечку выясним, но θ – это аналог мат-ожидания, φ – это аналог дисперсии. И более того, эта семейство определено еще с точностью до функций. c и h – вот эти функции можно, ну, почти как угодно, да, главное, чтобы распределение оставалось распределением, то есть оно должно оставаться нормированным. Вот, но так вообще у вас есть огромная свобода выбора функций c и h. И есть еще парочка замечательных свойств экспоненциального распределения, я их здесь привожу без доказательств, доказываться они в лоб не очень сложно. Мат-ожидания – величины, которые имеют экспоненциальное распределение. Оказывается, что если вы вот этот мат-ожидания через интегральчик напишите, интегральчик возьмете, то у вас получится c' – то есть производная вот этой функции c, ни от чего другого она не зависит, это мат-ожидание. Вот она, оказывается, зависит только от параметра тета и ито, которая здесь стоит, через производную c' – отсюда вывод. Можно выразить тета через мю, и оказывается, что вот эта зависимость тета и ито, видите, здесь, link function, функция связи между мю и тета, вот здесь мы ее определили, оказывается, вот чему она равна. c' – это обратная функция от производной функции c, которая стоит вот здесь. То есть если вы задаетесь каким-то членом экспоненциального семейства распределения, выписываете для него формулу, приводите эту формулу вот к такому виду, то есть вам надо понять, что в этой формуле c и что в этой формуле hc вы выразите, и вот оказывается, что если ее продифференцировать и взять обратную, это и будет ваша функция g. То есть функцию g нельзя взять как угодно. Она является прямым следствием того, какой именно член экспоненциального семейства распределения вы выбрали для моделирования откликов y и тых. Вопросы? Это мы хотим исходно. То есть смотрите, мы сейчас обобщаем вот эту вот задачу. Исходно в задаче линейной регрессии, которую мы решаем с помощью методов наименьших квадратов. Вероятностное предположение в том, что шумы гауссовские. И линейность модели эквивалентно предположению о том, что мат ожидания вы моделируете с помощью линейной модели. Теперь мы хотим это обобщить. Мы говорим, отказываемся от гауссовости в пользу какого-то более широкого класса распределений. Оказывается, в этом случае нельзя оставить вот такую вот прямую связь мат ожидания, есть линейная модель. Оказывается, придется ввести вот такую функцию связи. Откуда это видно? Это видно вот из этого свойства экспоненциального семейства, что у нас мюито связано с тэтоито через функцию c' и она и есть, точнее, ее обратно и есть g. То есть если бы мы исходно не ввели это g, у нас бы ничего не получилось. Потому что мы получили противоречие вот с этим свойством мат ожидания экспоненциального семейства. То есть это вынужденная мера. А мы, правда, выбираем что-то? Да, да. Вот как выбираем, это я сейчас и буду объяснять. Значит, следующее. Давайте рассмотрим примеры. Примеры распределений, которые подпадают под эту формулу экспоненциального семейства. Ну, с гауссовским распределением все понятно. Возьмем формулу для гауссовского распределения с заданным мат ожиданием, с заданной дисперсией. Внесем вот этот нормирующий множитель под экспоненту. Вот он здесь под логарифмом оказался. Раскроем здесь квадрат. И внимательно посмотрим на полученное выражение. И видим, что оно в точности повторяет формулу для экспоненциального распределения, если у нас ТТ равняется мю и Т. То есть никакой функции связи G нет. Это тождественная функция. G от мю равняется мю. Вот здесь вот стоит функция. С от тета, она оказывается равна 1 вторая мю и Т в квадрате. Но поскольку мю и Т равна ТТ и Т, то это 1 вторая ТТ и Т в квадрате. То есть С от тета – это квадратичная функция. Ну и, наконец, нам здесь стал понятен смысл фиита. Фиита, оказывается, связана с дисперсией. То есть это некий параметр разброса в этом распределении. Насколько широко распределение. И вот таким приемом мы можем доказывать, что какие-то еще известные нам семейства являются членами экспоненциального семейства. Например, вот что нас будет интересовать? Нас часто интересует регрессия для целочисленных величин. Очень много что приходится приближать, в том числе и линейными регрессионными моделями. И понятно, что в этом случае метод наименьших квадратов как-то не очень адекватен. Например, мы хотим приближать, прогнозировать какие-то рейтинги. Например, это число 0, 1, 2, 3 и так далее. Мы хотим приближать счетчики использования. Мы хотим приближать CTR. Это сколько раз пользователь кликнул на баннер или на какую-то ссылку. То есть много есть таких зависимостей, которые меряются целочисленными величинами, но нам их хотелось бы приближать с помощью линейных моделей. Вот давайте возьмем величину, которая распределена по Пуассоновскому закону. Выпишем Пуассоновский закон. И оказывается, что тоже мы вносим под экспоненту легко и просто вот это вот мюито в степени уито, факториал внизу, тоже все это легко внести под экспоненту. И видим, что после внесения под экспоненту запись, полученная, легко приводится к экспоненциальному семейству. Если предположить, что тета ито равняется логарифм мюито, вот он здесь стоит, логарифм мюито. С от тета, вот она здесь стоит. Это е в степени тета ито. Ну и фиито равно единице, поскольку здесь в фиитах никаких таких параметров не оказалось в этой формуле. Фиито равно единице. Что еще можно интересного предположить? А вот пусть Пуассоновское распределение, оно меряет, сколько раз произошло событие в Пуассоновском потоке. Там ограничений сверху нет. Но вдруг нам хочется прогнозировать величину, которая имеет ограничения сверху. Она тогда не может Пуассоновским распределением описываться. Оно тогда неадекватно. Возьмем биномиальное распределение. То есть это дискретная случайная величина. Вот с таким вот распределением. Биномиальное распределение для величины, которая принимает n плюс одно значение. И если мы здесь введем экспоненту, соответственно, а вот здесь вот все напишем через логарифмы, посмотрим на эту формулу и опять увидим, что это экспоненциальное семейство. Опять мы легко выражаем t to it, вот оно здесь стоит. Опять мы легко находим c от t to it, вот оно здесь стоит. И опять у нас здесь φ и это равно единице. То есть φ и это не возникает. Ну и, наконец, частный случай биномиального. Это распределение Бернолли. Величина, которая принимает значение 0,1. Но это наша бинарная классификация. То есть если мы занимаемся бинарной классификацией, мы прогнозируем величину 0,1, она легко предположить, что это случайная величина из распределения Бернолли. То есть у нее есть такое понятие, как вероятность класса. И вот эта вот случайная величина, которая принимает единичное значение с одной вероятностью и нулевое значение с другой вероятностью. То есть такое вот, в общем, естественное вероятность на это допущение для задач классификации. Расписываем вид распределения Бернуля, запихиваем все под экспоненту, рассматриваем выражение, которое возникло под экспонентой, снова узнаем там экспоненциальное семейство. И снова можем легко записать, что такое t, t, и, t, вот здесь, вот оно, это то, что умножается на y, и, t, и, c, t, и, t, это то, что стоит вот здесь. f, и, t снова единица. То есть вот таким вот легким сведением, да, то есть мы должны все запихнуть под экспоненту и доказать, что вот этот вот вид, он соответствует определению экспоненциального семейства. Легко доказывать, что известные распределения с известной формулой описываются этим семейством. И таких распределений много. Нормальная, пуассона, мультиномиальная, геометрическая, хи-квадрат, бета, гамма, Дерихле. Много что. Но есть и контрпримеры, то есть есть много распределений, которые в статистике часто возникают, как некие асимптотические распределения. Вот, t, распределение студента, распределение каши, гипергеометрическая. И тоже там много примеров таких распределений, которые экспоненциальным семейством не описываются. Но хорошая новость в том, что много таких, которые описываются. То есть широк спектр тех задач, тех случайных величин, которые мы хотели бы прогнозировать, они описываются каким-то из экспоненциальных распределений. Ну вот, поняв эту концепцию, что мы должны описать наши y и т каким-то распределением, которое подпадает под экспоненциальное свойство, теперь что же нам делать конструктивно-то с этим? И вот теперь мы сыграем на удобство экспоненциального распределения. Если вы посмотрите на определение, там что стоит? Там стоит экспонента вот от такой вот штуки, плюс какая-то функция h, которая не зависит от θ. И вот эту функцию h можно просто взять и выкинуть. Потому что она не зависит от того параметра, по которому мы будем оптимизировать. Почему? Потому что θ, это есть не что иное, как наша линейная модель. Она зависит от α. α, наш основной параметр, который мы хотим найти. И если что-то не зависит от α, из принципа максимума правдоподобия, его можно просто взять и выкинуть, как ненужное слагаемое. И в этом есть вся прелесть экспоненциального семейства. Вот какая бы сложная там эта функция h не стояла, она не зависит от θ. Поэтому когда вы прологарифмировали, всё вот это можно выкинуть и забыть о нём. И получается такое вот простое выражение. Сумма по всем объектам выборки. Вот таких вот величин, которые θ, да? θ – функция от α. И у нас максимизация по α. Но метод Ньютона-Рафсена снова. В третий раз за сегодняшний день мы прибегаем к методу Ньютона-Рафсена. Вот мы записали, как мы будем решать задачу максимизации на каждом шаге. Мы идём по вектору градиента, да, в сторону возрастания функций. Нам нужны компоненты матрицы Гесса. И вы уже догадываетесь, что сейчас произойдёт то же самое, что и в предыдущих двух случаях. Здесь мы сейчас увидим нашу какую-то там матрицу F. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Смотрите, матрица Гесса. Вот она. Вот стоят. FG-ты от X-иты, F-каты на X-иты. Вот оно. Ровно то же самое, что сейчас вот и РЛС в логистической регрессии мы рассмотрели. Очень похожая вещь. Смотрите, здесь тоже какая-то возникает диагональная матрица, которую нам сейчас придётся слева умножить на матрицу F. Матрица F – это просто матрица объекта-признаки. И сейчас мы эту задачу вот-вот-вот уже поняли, как её свести к серии многомерных линейных регрессий. Ну, давайте это сделаем. Значит, итак, у нас F – матрица объекта-признаки, вектор ответов. Нам придётся ввести вектор мат-ожиданий производной нашей функции С и вот такую диагональную матрицу. И тогда метод Ньютона-Рафсена снова нас приведёт к итеративному перевзвешенному методу на меньших квадратах. Вот она, псевдообратная. Вот эта конструкция. Я уже не выписываю подробности. Понятно, что это какая-то матрица F с волной, которую мы получаем. F с волной – это, значит, корень из WT, диагональной матрицы, умножить на F. Я уже здесь не стал это выписывать, потому что уже два раза за сегодня проделали, сколько можно. И вот это вот разность векторов, которая тоже на что-то домножена, поэтому получится Y с волной минус μ с волной. Вот мы снова на каждом шаге будем решать какую-то линейную регрессионную задачу, искать вот этот вектор параметров альфа, который на самом деле вот записан здесь. Ну и шаг можно в методе Ньютона и Рафсона полагать равным единице. Я так здесь записываю HT, но в простейшем случае просто его можно выкидывать и брать равным единицам. Вот такая вот интересная конструкция снова. Очень сильное обобщение, потому что можно решать регрессионные задачи, когда Y, они не обязательно распределены по Гауссу. Сильное обобщение, и оказывается, что метод Ньютона и Рафсона вот в таком вот виде, итерационно переузвешенных наименьших квадратов, он опять работает. Давайте вернемся к логистической регрессии. Мы же сейчас показали, что распределение Бернули, оно экспоненциальное. Значит, решая задачу двухклассовой классификации, где Y – это 0,1 случайная величина, вы только предположили, что есть какая-то вероятность появления единиц. Но это не ограничивающее предположение, это разумное предположение, очень естественное. И только из этого факта, смотрите, что следует, что вы получаете связь между θi и μ, мат-ожиданием, и вы получаете вот такую функцию θ θ. Вам это что-то напоминает? Вот смотрите, если вы сейчас μ выразите через θi, то это будет сигмоида. А то, что записано здесь, это что? А это логарифмическая функция потерь, которую вы использовали в логистической регрессии. Смотрите, какие связи интересные. Ну-ка, ну-ка, давайте мы попробуем для распределения Бернули выписать принцип максимума правдоподобия. К чему он приводит? К функционалу, который мы тоже с вами когда-то писали, это log loss. Вот μ это – это вероятность. Ну давайте мы эту вероятность еще раз запишем. Вот что это такое? Значит, μ это мы знаем из обобщенной линейной модели, что это мат ожидания y-китая. А что такое мат ожидания y-китая, если y-китая – это 0,1 величина? Значит, это мат ожидания, считаем. Единичка умножить на вероятность единички, плюс 0. Значит, мат ожидания y-китая – это всего лишь навсего вероятность того, что y-китая равен единице. Так это вероятность класса плюс 1. Ну-ка, ну-ка, через link function чему она равна? Оказывается, она равна сигмоидной функции от линейной модели. Вот это, наконец-то, обоснование того, что в логистической регрессии вероятность класса связана через сигмоидную функцию с линейной моделью, с скалярным произведением между вектором объекта и вектором параметров. И еще один факт, который ровно то же самое, просто по-другому записанный. Теперь мы не мюитая выражаем через t, t, i, t, а наоборот. Давайте посмотрим, если t, t, i, t выразить через мю, что получится? Ага, а получится, что наша линейная модель, вот вероятностный смысл скалярного произведения в линейной модели оказывается вот какой. Это логарифм. Что такое мюитая? Только что выяснили. Мюитая – это вероятность единицы. А единица минус мюитая – значит вероятность нуля. Значит, отношение вероятности единицы для объекта х к вероятности нуля для объекта х, оно называется в теории вероятностей отношение шансов или odds ratio. И логарифм отношения шансов оказывается, оказывается, это то, что прогнозирует наша линейная модель. Буквально. Значит, смотрите, какая интересная масса следствий о связи линейной модели классификации с вероятностями классов. Откуда это все возникло? Из одного единственного предположения, что y и t из распределения Бернули. Но мы предположили только это. И тут же попали в экспоненциальное семейство распределения, тут же выписали функцию связи, тут же у нас появилась как следствие вот эта самая сегмоидная функция и вот эта связь между линейным классификатором и отношением шансов. Все, вот это вот появилось из одного единственного предположения о том, что мы решаем задачу классификации в вероятностной постановке и каждому классу приписали вероятность и классы объектов распределены по распределению Бернули. Вот какая замечательная получается конструкция. Так, ну и да, эта история у меня закончилась. Давайте полминуты обсудим, есть ли здесь какие-то вопросы. То есть я вам, наконец, обосновал логистическую регрессию. То есть вы задавали вопросы на предыдущих лекциях, а почему вот такая вот функция потерь, да? Вот я ее все как аппроксимацию аппроксимацию пороговой функции потерь рисовал. Вот это вот, это отступ, это логарифм единиц плюс е в степени минус m. Вот я рисовал и говорил, ну вот такая вот юристика полезная. Или вот эта вот связь между отступом и вероятностью класса y и для объекта x и. Вот она, связь через сигмой. Вот, и вы правильно задавали мне до сих пор вопрос, откуда это все-таки берется. Вот, сейчас мы с вами поняли строго, откуда это берется. Так, ну и последний тогда кусочек на сегодня. Мы продолжаем издеваться над линейной регрессионной задачей. Мы сначала сказали, пусть она не линейная, потом мы сказали, пусть она все-таки линейная, но у нас y распределены не по гауссу. А теперь мы скажем, какие еще функции потерь бывают. И какие еще содержательные соображения приводят к нестандартной, то есть не квадратичной функции потерь. Много таких случаев. Ну, давайте чуточку поймем, как вообще это работает. Вот функция потерь какая-то, как функция от ошибки. Ошибка есть разность того, что дает наша модель, а минус правильный ответ y и t. Метод наименьших квадратов мы получаем, если функция потерь это ε в квадрате. Можно взять с тем же успехом функцию потерь модуль ошибки. Это приводит к методу наименьших модулей. И интересно вот что обсудить, что если вы в качестве модели возьмете такую вот примитивную модель, константу, просто константа α. Мы с вами это когда-то проходили, когда говорили про непараметрическую регрессию, формулу Нодара и Ватсона выводили, и там мы предположили, что в локальной окрестности нашего объекта x регрессия это просто констант. И тут же получили вот эту формулу, она легко получается продифференцировать, приравнять нулю производную тут же. А получаем это среднеарифметическое. Всех наших y-итых ответов регрессии на всех объектах. Ну, разумно, да, то есть решение задач наименьших квадратов, это есть среднее значение, если мы ищем константу. А какое решение будет у метода наименьших модулей? Оказывается, медиана. То есть медиана, да, вы должны все y-итые ваши, l-значений, упорядочить по, допустим, возрастанию и взять среднее значение в этом упорядоченном ряду, или, как говорят, в вариационный ряд. То есть медиана – это решение, стандартное решение метода наименьших модулей. А вот совсем интересная штука. Значит, если у вас функция потерь – это модуль, но он вот такой вот перекошенный, вы знаете, что потери от перепрогноза и недопрогноза различны. Это ваш epsilon it, а это ваша loss function, функция потерь, l от и, epsilon it. И здесь у вас стоит какой-то там c с плюсиком, а здесь какой-то c с минусиком – это углы наклона вот этих вот двух веточек. И вполне может быть, что по сути задачи эти углы наклона разные. То есть вас по-разному штрафуют за превышение и за занижение прогнозируемого значения. Вот такая вот функция потерь. Если теперь задаться вопросом, допустим, найти константу a, которая минимизирует такой вот функционал, то окажется, что a – это не что иное, как квантиль. Что такое квантиль? То есть если вы берете l-значений упорядоченного ряда, вариационного ряда за 100%, вычисляете вот такую вот величину q, как отношение c с минусом, да, вот двух вот этих вот констанций с минусом, поделить на сумму c с минусом и c с плюсом. Вот это q вам даст процентное отношение, какую точку вариационного ряда вам надо взять в качестве решения. То есть можно ее так вот обозначать, y в скобочках q, q – это номер точки вот в этом вариационном ряду. И номер точки считается, ну, если эта величина не целая, то она округляется. И если вы хотите вот с такой вот функцией потерь построить линейную регрессию, что у вас получится? Ну, получится такая вот задача, которая очень легко может быть сведена к задаче линейного программирования. Ну, действительно, можно ввести вот такую вот замену переменных. Две переменные epsilon it и epsilon it с плюсом и epsilon it с минусом обе переменные неотрицательны. И каждый из них моделирует вот свою половинку вот этого штрафа. Либо штраф положительный, либо штраф отрицательный. И получается, что вам нужно минимизировать вот такой вот функционал, да, это сумма вот этих функций потерь, при том, что ваша невязка это и есть сумма epsilon it с плюсом и epsilon it с минусом, и оба epsilon it неотрицательны. Что это за задача возникла? Смотрите, у вас функционал линейный по epsilon, ограничение равенства линейный и ограничение неравенства линейный, значит, задача линейного программирования. То есть, если вы хотите решать задачу с вот такой вот функцией потерь, то вы легко ее сводите к задаче линейного программирования. Но как это решать, я уже не буду объяснять, там, simplex метод или что-то еще. Ну, вот пример, откуда из реальных приложений могут появляться такие функции потерь, я уже, кажется, этот пример показывал на самой первой лекции. Это, если вы занимаетесь прогнозированием объемов продаж и хотите учесть, что у вас перепрогноз и недопрогноз приводят к различным потерям, но потери всегда пропорциональны ошибке прогноза. Почему? Потому что, если у вас перепрогноз и вы закупили товара больше, чем его было нужно, он у вас лежит, занимает место на складе, замораживает вам деньги, на которые вы этот товар приобрели. То есть, это линейные потери, линейные потери по объему вот этого лишнего закупленного товара. То есть, здесь линейная функция, угол наклона, который можно через потери вот эти вот в явном виде померить. Ну, и если вы товар недозакупили, то вы потеряли возможность продать его дороже, чем вы его купили. То есть, вы потеряли торговую наценку, лояльность клиентов и так далее. Но снова потеря линейная. Вот если совсем четко подробно расписать потери, то можно выделить больше кусочков. Вот здесь вот упрощенная квантильная регрессия из двух кусочков функции потери состоит. А здесь, если все расписывать совсем-совсем уж точно, можно вот такую вот функцию придумать, которая из пяти кусочков состоит. Но тут все зависит от того, насколько у вас чистые и точные данные по этим углам наклона. Может быть, вам и не удастся эту функцию просто выписать. Но тогда придется ее упрощать, может быть, вот до такого состояния. Что еще можно делать с функциями потерь? Вот есть очень много подходов к игнорированию шумов в выборке. Такие виды регрессии называются рабасными. Рабасные – это от слова здравый и разумный, то есть регрессия, которая понимает, что какие-то наблюдения у вас так сильно ошибочные. На них могут быть игреки, например, с большой ошибкой измерены, и вы хотели бы эти наблюдения каким-то образом обнаружить и мягко проигнорировать. Вот способ мягко проигнорировать, например, такой. Вместо квадратичной функции потерь, к которой мы все привыкли, мы берем функцию потерь, которая в нуле похожа на квадратичную, но в бесконечность имеет горизонтальную асимптоту. Как такую функцию построить? Ну, взять гауссиану и перевернуть ее кверх ногами. Вот ровно это и делает вот такая вот функция, функция Мишалкина, причем вводится параметр b, который очень удобным образом, видите, при всех b у вас примерно одинаковая аппроксимация вот этой вот окрестности минимума этой функции потерь, но дальше при разных b вы выходите на разный уровень горизонтальной асимптоты, то есть это буквально тот штраф, который эта функция вводит для больших ошибок, для больших превышений, для больших разностей между моделью и реальностью. Как решать эту задачу? Я уже не буду в четвертый раз рассказывать про метод Ньютона-Рассена, потому что именно он здесь, конечно, и используется. Что еще можно сделать? Ну вот это мы уже проходили с вами, когда говорили про SVM, там я показал, что можно с помощью SVM подобного метода строить регрессию, еще раз здесь напоминаю, вот можно ввести функцию потерь, которая толерантна к небольшим ошибкам по модулю не больше, чем дельта, она за них вообще не штрафует, а дальше штраф начинается линейный. Ну и, кстати, возвращаясь вот к этой задаче про прогнозирование вот сюда вернемся, да, прогнозирование объемов продаж, видите, здесь ровный участочек есть, а потом здесь потери с одним наклоном, идут здесь потери с другим. Смотрите, можно и SVM приспособить для этой штуки, совершенно нетрудно выписать SVM подобный функционал, я не стал это сейчас здесь делать, который, во-первых, он может сместить вот эту вот функцию потерь относительно нуля, ну, нет никакого принципа в том, чтобы делать ее симметричной, можно сместить, сместить чуть левее, чуть правее, нет никакого принципа в том, чтобы углы наклона слева и справа были одинаковые, опять-таки, можно их перекосить, и у вас получится еще одна разновидность функций потерь, подходящая, кстати, для прикладной задачи прогнозирования объемов продаж, а задача-то решается с помощью SVM по-прежнему, и здесь возникает снова задача квадратического программирования, задача выпуклая, в которую, между прочим, еще ядро можно добавить, kernel, то есть все с этой задачей так замечательно можно сделать. Так, и мы с вами дошли до конца с таким вот кратким резюме, что мы с вами рассмотрели нелинейную регрессию, логистическую регрессию, обобщенную линейную модель, и все это каждый раз сводилось к итерационному процессу, в котором на каждом шаге мы решаем линейную регрессионную задачу. То есть если ты умеешь решать линейную регрессию, ты умеешь решать еще много чего. Ну, просто надо аккуратно построить итерационный процесс. Ну, про аддитивную регрессию много хорошего говорить не буду, и рассмотрели разные разновидности неквадратичных функций потерь, но из них самая, конечно, крутая штука это обобщенная линейная модель, потому что, конечно, у нее есть очень хорошая красивая математическая теория с экспоненциальными семействами распределений. Я постарался вам эту теорию рассказать довольно сжато, но понятно. Если вы начнете искать всякие разные учебники, где это описано, вот я не смог найти столь же там короткого изложения, это всегда там куча всякой математики на полсотни страниц почему-то. Но вот я для вас попытался это все-таки сжать и упростить, но чтобы не замести под ковер важные... Нет, я все-таки кое-что завел под ковер, например, как фию оценивать. Ну, ладно, бог с ней. Значит, давайте на этом мы с вами закончим.